Всем привет друзья и добро пожаловать на новое видео надеюсь не заждались смотрю что порту и все что с ним связано заходит вам все лучше и лучше меня это на самом деле очень радует я постараюсь выкладывать контент по порту чуть почаще что шокей давайте по теме достаточно недавно я наткнулся на один сайт где опубликованы все вырезанные реплики гладос что самое интересное что все это опубликовано не в текстовом варианте это полноценные звуковые файлы плюс ко всему они еще и переведены на русский язык то есть сами понимаете конечно же я просто обязан их заснять но поскольку реплик там не 10 и не 20 а больше 200 я решил взять самые интересные на мой взгляд реплики и показать их вам а также показать где они примерно встречались и рассказать что они вообще значит и так далее в общем короче говоря надеюсь вам понравится поехали ну и давайте пожалуй начнем с фраз которые должны были присутствовать в самом начале благодарим за активацию диспетчера испытаний центра развития лаборатория исследования природы порталов благодарит вас за содействие реактивация через три два один сканирую окружение количество испытуемых один загружаю программу персональности внимание программа персональности повреждена на 89 процентов добро пожаловать в центр развития интересно вернемся к релизу как только мы в самом начале попадаем в наш любимую камеру где мы начинали также в первой части в это же время нас приветствует диктор вот такими фразами мы рады снова приветствовать вас в центре развития в настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля однако тесты будут продолжаться вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений чтобы наука продолжала двигаться вперед даже в случае природных социальных или экономических катастроф изначально никакого диктора не было вообще его обязанности и его роль на тот момент были занята самой гладос в принципе как лишнее подтверждение этим фактом можно привести еще всякие разные фразы давай познакомимся как ты и они сумасшедшие это вода из кулера такая вкусная ну довольно разговоров начнем тесты если в настоящее время земля находится под властью какого-либо животного короля разумного облака или но руководящего органа который отказывается или не способен прислушаться голосу рассудка или не способна прислушаться голосу рассудка превосходно центр развития напоминает что хотя ситуация может казаться безрадостной вы не одиноки обратите внимание что мы не гарантируем это так как в реальности вы можете быть последним человеком на земле в общем как говорил с ранее никакого диктора не было и на его месте была сама гладос в принципе можно понять почему впоследствии все эти фразы вырезали потому что в релизе гладос было в такой некой можно сказать спячки и понятное дело с нашим персонажем она никак контактировать вообще не могла давайте послушаем еще парочку фраз вы повредили центральный модуль генетической формы жизни и дисковой операционной системы гладос до апокалипсиса такое деяние считалось уголовным преступлением из-за него вы попали бы в тюрьму однако сегодня она открывает для вас возможность стать почетным сотрудником лаборатории исследования природы порталов ты видишь предмет электроснабжения центр развития приглашает тебя взять предмет энергоснабжения и подключить его что-то случится что-то чудесное какой же вывод можно сделать из того что мы с вами только что прослушали как я предполагаю изначально разработчики сделали так что гладос не было в спячке она была более чем функционально да конечно ввиду того то что она была повреждена у нее были какие-то ограничения и для того чтобы эти самые ограничения снять судя по предыдущим фразам которые мы с вами слышали гладос как бы подталкивала учил на то чтобы она взяла вот этот самый энергоблок и куда ты его воткнула для того чтобы произошло как она сказала какое-то чудо под этим каким-то чудом я так понимаю произошла дальнейшая реконструкция самой гладос в общем все то же самое что мы видели в релиз на портал 2 с этим разобрались идем дальше следующая камера не предполагает никаких испытаний и поэтому не может быть обозначена как тестовая это активная деятельность подойдите к подставке и возьмите переносное портальное устройство с его помощью вы можете создавать синие порталы отлично вы взяли портальное устройство на этом часть активной деятельности на сегодня закончена пожалуйста пройдите к лифту из этих фраз можно сделать следующий вывод изначально предполагалось так то что портальную пушку мы должны были получить именно в присутствии гладос в релизе мы получали пушку присутствует ли на той подставке должно быть портальное устройство но я его не вижу может она упала не хочешь сходить и посмотреть только что вы наблюдали воздействие экспериментального поля самоуважения которое временно ускорит ваш реакции экспериментальное поле самоуважения это это что-то новенькое больше конечно это похоже на какую-то тонкую шутку данное испытание подразумевает разнообразное манипулирование энергетическими шарами в любом случае не используйте руки тоже достаточно такая интересная фраза потому что насколько мы все с вами знаем в порту 2 нет никаких энергетических шаров вообще единственное то что там осталось от этих шариков и все что с ними связано это два устройства первое устройство как раз таки создает вот эти вот энергетические шарики а второе устройство просто-напросто их принимает да и вообще такое самое примечательное что эти устройства встречаются только самом начале парочку раз потом они просто пропадают и все причина по которой вырезали эти самые энергии шарики принципе очень даже понятно дело в том то что первая часть порту это можно сказать такой некий эксперимент когда разработчики делали первую часть они не думали что игра наберет такую дикую популярность и то что потом впоследствии выйдет вторая часть и поэтому что очень даже логично они не задумывались о каноничности некоторых моментов и фишек допустим насчет тех же самых энерго шариков как раз приколюха в том то что эти самые шарики встречаются также в half life 2 и там они появились можно сказать впервые скажем так и впоследствии чего чтобы не было споров что канон что не канон кто у кого украл технологию альянсу aperture science или наоборот эти шарики просто-напросто вырезали из второй части и все предварительно записанное предупреждение вы покинули зону проведения испытаний выход за пределы испытательной зоны может рассматриваться как признак того что по вашему мнению вы не нуждаетесь в дальнейшем тестирование и знаете все это также может рассматриваться как проявление высокомерия с вашей стороны остановитесь и подумайте как другие воспримут ваши поступки и вернитесь в тестовую камеру исходя из этих фраз можно понять что в какой-то момент игроку давалось возможность покинуть тестовую камеру и скрыться от гладос и судя по ее настойчивости в последних фразах этот момент самый гладос очень не по душе правда точно не ясно либо эта возможность давалась по сюжету либо это было сделано ради какой-нибудь очередной ачивки какая нелепость как они могут знать что тесты смертельны если в начале не проверили это на себе а если проверили то как же эти тесты могут быть смертельны но видите нестыковку это идеальный пример логической ошибки поэтому из людей получаются плохие ученые да уж действительно если честно конечно логичнее некуда ну что ж пока предлагаю на этом моменте закончить я друзья все-таки решил поделить видео на две части потому что сами понимаете фраз очень много и пихать все это в одно видео ну такое себе скажу честно хотя если посмотреть то среди этих фраз очень мало фраз которые вообще как-либо какой-либо интерес несут для меня и для вас соответственно то так что думаю что вторая часть будет последней может быть а может и нет посмотрим надеюсь на то что видео вам понравилось если это так то обязательно ставьте указ и так как это мотивирует меня делать подобный контент и конечно же обязательно пишите в комментариях хотели бы увидеть еще всякие разные видео на тему вырезанного контента в серии игр портал я ваше пожелание обязательно учту ну а я с вами прощаюсь всем пока всем удачи до новых встреч и да кстати там ссылочка в описании на инстаграм там тоже подписывайтесь да может наконец таки когда уже наберутся подписчики я начну его развивать все всем пока